Новые школы и кабинеты для кружков. Мэр Сочи встретился с директорами школы детских садов. В Сочи оштрафованы 12 водителей, рванувших за скорой помощью. Для рейда медики объединились с инспекторами. Сочинцев приглашают поделиться семейными историями о ветеранах. Акция «Лица Победы» стартовала в крае. День рождения школы, уважаемого учителя и спортивного фестиваля. Сразу три юбилея отметили на Центральном стадионе. Первый вице-губернатор Краснодарского края сегодня с рабочим визитом в Сочи. Андрей Алексеенко провел в администрации города рабочее совещание. Он прибыл на курорт, чтобы обсудить с главой города Алексеем Копайгородским способы решения проблем в сфере строительства в Сочи и обозначил главные задачи. Определить основные направления совместной работы, решение практических задач, которые стоят перед нами, поставлены губернатором, решение и реализация национальных проектов. Это то, что на сегодняшний день во всей стране является основным из важнейших направлений работы всех органов исполнительной власти. Одна из тем, которую курирует в краевой администрации Андрей Алексеенко, это проблема в сфере долевого строительства. За последнее время краю совместно с городом удалось добиться серьезного прогресса в этом вопросе. За полтора года список проблемных домов сократился с 28 до 17. По оставшимся работа продолжается. Проблемы есть, они обширные. Мы для себя видим перспективу. За ближайшие три года ситуацию все максимально выровнять. И если при вашей поддержке максимально попасть во все краевые программы, потому что без краевых программ мы сегодня не сможем выстроить правильную работу. Мэр отметил, что по вопросам долевого строительства город будет сверять часы с краевыми властями для того, чтобы дольщики как можно быстрее смогли заселиться в долгожданные квартиры. Благодаря поддержке федерации в край достроят 29 домов. Средства из федерального бюджета направят на инвестиционно-непривлекательные объекты. Об этом глава Кубани заявил на встречу с обманутыми дольщиками. На заседании также присутствовал прокурор Краснодарского края Сергей Табельский. По каждому проблемному объекту ситуация контролируется в ручном режиме. Лично губернаторам. Цель одна – достроить дома и передать ключи. Этот зал сегодня едва ли смог вместить всех желающих попасть на встречу. На расширенные совещания по вопросам долевого строительства пришли порядка ста человек. Градус напряженности стал ниже. Дольщиков все больше волнует проблемы не глобальные, а коммунальные. Как будет благоустроен двор или когда заработает лифт в доме. Ведь на их главные вопросы, когда дома будут достроены, уже найдено решение. Краснодарский край получил полную поддержку правительства. Теперь уже можно говорить с уверенностью, что 29 инвестиционно-непривлекательных объектов завершат за счет финансирования средств Федерального фонда защиты прав дольщиков. У них сегодня свет зажегся в конце туннеля в силу федеральной поддержки. Давайте сделаем все, чтобы этот свет не погас. Сегодня федеральный центр говорит, проблему вы не скрыли, вы ее раскрыли. Вы не как другие регионы, которые замалчивают количество проблемных домов, количество дольщиков. Вы сегодня максимально открылись, потому что понимаете, что вам не форма нужна, а содержание нужно. Вам нужно раскрыть ситуацию, чтобы ее решить. А если мы ее будем закрывать, мы ее никогда не решим. И поэтому поддержка и вице-премьера Виталия Ильича, еще мутко подчеркиваю, и федерального центра сегодня, она налицо. Так давайте воспользуемся этим. Такое решение было принято во время визита заместителя председателя правительства России Виталия Мутков в Краснодар. В конце августа вместе с губернатором вице-премьер осмотрел наиболее кричащие объекты. Жилые комплексы Иван-дамарья, Снежная королева, парусная регата и дом Романовых. Сегодня на совещание, в котором приняли участие глава региона и прокурор края, пришли и дольщики этих домов. Услышав хорошие новости, на их лицах наконец-то появились улыбки. В 3,5 года мы выходим тоже вот под этим же собранием, то есть входим по личным встречам. Большое вам спасибо хочется сказать. Увидели. Вот у нас 1600 дольщиков. 8 домов мы, ЖК Парусная регата, ЖК Ивана-дамарья и ЖК Телеманкова. 8 этажных домов. Мы когда все увидели по телению, как мы говорили, что начните с них, вы не представляете. Это огромный свет в конце тоннеля. По каждому проблемному дому края сегодня идет индивидуальная работа. Только с начала этого года сдано 35 долгостроев. Один из них – ЖК «Феникс» в Краснодаре. Своих квартир люди ждали около 15 лет. В планах завершить еще 13 объектов до конца этого года. Остальные дома сегодня достраивают в рамках закона края о защите прав дольщиков, а также за счет краевой субсидии. 112 объектов инвестиционно привлекательные. Они завершаются строительством за счет средств инвесторов. Такие, как ЖК «Кино», ЖК «Фрэш», ЖК «Солнечный», «Ричхаус», «Седьмое небо» и так далее. По 108 объектам завершения строительства – это собственные средства застройщиков. То есть они изыскали, получили кредиты и сейчас находятся в стадии завершения. Некоторые долгострои имеют уже десятилетнюю историю. Например, ЖК «Наутилус» в Краснодаре, который планировали возвести на улице Красной с плановым сроком сдачи в 2004 году. Дом так и не начали возводить, он остался только на бумаге. Однако за это время и сменилась позиция региональных властей. Теперь исторический центр кубанской столицы недоступен для строительства многоэтажек и высоток. Здесь я считаю, что это красивый центр, который у нас еще, слава богу, сохранился. Но давайте его и дальше сделаем. Поэтому по-честному, я считаю, дома там, конечно, не место. И этому торговому центру там не место. Дальше я думаю, что мы вам будем выплачивать эту сумму, исходя все-таки из рынка. Вот это я поручаю сейчас мэру проработать по рыночной стоимости сегодняшней, и мы найдем сумму, которая на самом деле им будет выплачена в порядке компенсации, но эквивалент вашего жилья, если бы оно там появилось, исходя из сегодняшнего дня. Такие встречи в формате открытого диалога между дольщиками и краевой властью позволяют держать ситуацию под контролем. На совещание губернатора обратились будущие жители ЖК «Энка» в Краснодаре. Готовность объекта 98% в своей квартиры. Люди должны были заселиться еще в начале сентября. Но сегодня ЖК проходит итоговую проверку. В принципе, проблема у нас с водой, газом, в документах, как нам говорили, что это решится буквально в течение двух недель, потом в течение недели. Все это откладывается, и как бы уже непонятно, кому нам верить. Когда была вот эта вот встреча предыдущая? 10 июня. Июня. Ну неужели до сегодня, 20 сентября, нельзя было четко понимать алгоритм, как что-то будет, даже если вы понимаете, что идете на срыв поручения? Алгоритм был и полностью... Тогда ответьте мне сейчас, когда будет сдан дом-высота. Дом-высота октября. То есть... В ходе проверок возникли ряд замечаний. Когда так договоримся, знаете, вы тогда говорили сейчас, то есть если 1 ноября дом не сдается, то я считаю, что дальше вам выполнять эту функцию не нужно. Все, 1 ноября пресекательный срок. Иначе мы не добьемся результата. Не добьемся. Другие, глядя вот на такую ситуацию, будут тоже себе позволять говорить и не делать. И ничего хорошего не произойдет. Пусть приходят те молодые, энергичные, которые могут и говорить, и делать. Не надо объяснять нам, что нет теплоснабжения, нет пункта, нет сантехника, нет электричества. Вас просили, два с половиной месяца хватит? Слушайте, да умрите на этом объекте. Ну, а что делать и все остальное? Ну, вы должны сдать. Над решением проблем дольщиков региональные власти сегодня работают совместно с правоохранительными органами, чтобы абсолютно каждый долгострой был завершен уже в скором времени. Всех обвиняет одна цель – это закрыть проблему с обманутыми дольщиками. Это стратегическая задача моя, всех нас, Сергея Владимировича Табельского. Мы с ним не было бы недели, чтобы не проговаривали. Двигаемся мы, куда двигаемся, есть ли темпы. И вот такой результат, который сегодня все равно уже есть, он ощутимый. То есть это благодаря тому, что позиция и властей, и правоохранительного блока прокуратуры, она единая, общая, нацеленная на результат. Вот что сегодня нужно всем нам. Результат мы эту тему должны расшить и перелеснуть страницу с обманутыми дольщиками в нашем крае. Подобные встречи будут продолжаться до тех пор, пока люди не получат ключи от своих квартир, отметил глава Кубани. Сегодня также определили дату следующего совещания. С краевыми властями и правоохранительными органами дольщики встретятся уже в декабре. Проблемы отрасли образования и пути их решения мэр Сочи обсудил с директорами школы и заведующими детских садов курорта. Алексей Копайгородский принял участие в первом совещании руководителей образовательных учреждений в новом учебном году. Мэр Сочи пришел лично познакомиться с педагогами и узнать о тех проблемах, которые их волнуют. Он представил собравшимся своего заместителя, который будет курировать работу социального блока Полину Дыняк. Глава курорта отметил, что первоочередная задача на сегодня – решить проблему перенасыщения школьных классов и детсадовских групп. Численность учеников в классах достигает 46 человек. Каждая четвертая из обращений сочинцев, поступивших с начала этого года в край, касается именно этого вопроса. И самый главный злободебный вопрос, который стоит во главу угла, это, конечно же, строительство школ и дошкольных учреждений наших детских садов. Потому что на сегодняшний день имеем вот такую проблему, что нет у нас возможности строить. И вот как раз одна из главных задач – это инвентаризация всех земель, которые есть на территории нашего города, чтобы понять, где мы можем, а где не можем. Потому что сегодня банальная ситуация – деньги в бюджете есть, а физически мы не можем воспользоваться ими, чтобы что-то создать, что-то организовать здесь. Поэтому мы сейчас оперативно все эти вопросы будем максимально решать. Озвучил глава города планы на ближайшее будущее. Уже в следующем году будет введен в эксплуатацию детсад на 360 мест и школа на 1100 мест в Амеретинской низменности. Планируется начать строительство новой школы на Мамайке, пристроек к школам на Виноградной и в микрорайоне Мацеста и четырех пристроек к детским садам. Готовится проектная документация на строительство в 2021 году еще пяти школ и семи детских садов. Сами же педагоги обратились к Алексею Копайгородскому с просьбой учесть при формировании списка образовательных учреждений места и для дополнительного образования. Раньше кружки были на территории школ во внеурочное время. Однако сейчас из-за большого количества учеников многим школам приходится работать в две смены. Соответственно, нет возможности предоставить кабинеты для дополнительных занятий. Алексей Копайгородский заверил, что эта проблема будет решена. Тот диалог, который состоялся, он говорит о том, что власть готова прислушиваться к потребностям нашим, власть готова идти на шаги, на достаточно серьезные шаги по выделению средств, по организационным мерам, по управленческим шагам для того, чтобы и количество школ в городе росло, количество детских садов в городе росло. Но не только строительство, а важно то, что и содержание работы также интересует новое руководство. Педагоги не только озвучили мэру свои пожелания и инициативы, но и рассказали о подготовке к 75-летию Победы, наполнении библиотечного фонда, обеспечении безопасности в школах и мероприятиях к предстоящему Дню Учителя. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Сочинцев приглашают присоединиться к акции «Лица Победы». В следующем году в честь 75-й годовщины Великой Победы по всему краю планируется проведение выставок портретов ветеранов и издание шестой иллюстрированной книги художественных работ. Жители Сочи могут также принять участие в проекте, поделиться фотографиями и рассказами о жизни своих дедушек и бабушек, прошедших Великую Отечественную войну. Военная патриотическая акция «Лица Победы» была организована в 2013 году Краснодарским институтом культуры. Всю информацию нужно направлять на электронный адрес института или в Городское управление культуры по адресу Курортный проспект 37. Ну а электронный адрес вы сейчас видите на экране. В Сочи оштрафованы 12 водителей, рванувших за скорой помощью. Таковы итоги совместного рейда госавтоинспекции и медицинской службы. Они проходят в рамках всероссийской кампании однозначно. Медицинский автомобиль двигался в потоке с включенными маячком и сиреной, а работники скорой помощи снимали на видео водителей, которые пристраивались за машиной врачей. Картинку тут же передавали инспекторам ГИБДД, которые патрулировали дорогу. Когда автомобиль нарушителя подъезжал к полицейским, его останавливали, показывали видеозапись нарушения и составляли административный протокол. Каждому водителю инспекторы рассказали, чем опасно движение за скорой помощью. В случае, если водитель не успеет остановиться и столкнется с автомобилем медиков, это вызовет задержку госпитализации пациента, а это риск для жизни. С 6 августа 2019 года штраф за данное правонарушение составляет от 3 до 5 тысяч рублей, либо лишение права управления транспортным средством на срок до 1 года. При движении за скорой помощью водители, как правило, нарушают расположение транспортного средства на проезжей части дороги, за что предусмотрена ответственность частью 1 статьи 12.15 Кондекса Российской Федерации и наказание в виде штрафа в размере 1500 рублей. За время рейда к административной ответственности привлечено 12 нарушителей. Электроснабжение трех многоквартирных домов в центре Сочи станет более эффективным. На улице Островского специалисты сочинских электрических сетей ведут ремонт резервной кабельной линии. Она пролегает в самом центре Сочи, недалеко от администрации города. Чтобы провести ремонт, специалистам необходимо снять плитку, прорубить толстый слой бетона и, обходя коммуникации, добраться до кабеля. В случае отключения электричества именно по этой линии подается резервное электроснабжение к домам по улице Островского номер 13, 19 и Парковой 17. Линия электропередачи была построена несколько десятилетий назад. С тех пор потребление энергии в этом районе значительно увеличилось. А значит, и выросла нагрузка на кабельную линию. Ее техническое обслуживание и ремонт осложнены тем, что кабель проходит по частной территории. Чтобы получить доступ к электроустановке, требуется согласование собственника. Вот и в этот раз запланированные работы пришлось переносить. Специалисты заменят поврежденный фрагмент, это примерно 10 метров, затем приступят к восстановлению тротуара. Ремонт резервной линии сделает электроснабжение трех домов в центре города стабильным. В случае тех нарушения потребителей можно будет оперативно переключить на резервную линию. К слову, производство любых работ, связанных со вскрытием грунта, без согласования с сочинскими электросетями, под запретом. Существует 160-е постановление правительства Российской Федерации об установлении охранных зон. Поэтому все работы, связанные с разработкой грунта, либо строительные какие-то работы, должны быть немедленно согласованы в течение трех дней с электросетями на предмет нахождения сетей. Ничего в этом сложного нет. После этого выдается разрешение на строительство. Обращаться в центр обслуживания потребителей, который находится у нас в сетях. В случае несоблюдения правил грозит как административная ответственность за нарушение охранных зон, так и уголовная. Всего по городу проложено около 400 кабельных линий 0,4 кВт и каждая обозначена в технической документации. При необходимости специалисты электросетей выезжают на место для точного определения трассы подземной ЛЭП. Необходимо помнить, что повреждение находящегося под напряжением кабеля представляет опасность для жизни и здоровья людей. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Субтитры предоставил DimaTorzok С 8 по 29 сентября Зимний театр. Вход свободный. Форум современной журналистики «Вся Россия» проходит в Сочи. Около двух тысяч представителей средств массовой информации со всей страны приехали на курорт. Участников медийного форума со сцены Зимнего театра поприветствовал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Телевидение или интернет, газеты или ленты информагентств еще до начала официального открытия форума около двух тысяч участников из разных уголков России между собой ведут споры. Однако такие дискуссии только на пользу журналистам. В ближайшие недели ожидают лекции мастер-класса, где с экспертами, именитыми спикерами, им предстоит вместе решить, чем сможет ответить современная журналистика на технологические вызовы 21 века. В эксперименты, особенно в принте, мы газетчики, для нас, конечно, очень важно сейчас завладеть аудиторией, в том числе и в интернете, мы осваиваем мультимедийные форматы. Те идеи, которые мы получаем здесь на форуме, безусловно, они имеют место развиваться и прилагаться в наших условиях. По тем площадкам, которые работают, мы видим, что самые различные направления, то есть это и межнациональные вопросы, то есть и, как говорится, наше совершенное реформирование отрасли, в том числе и телевизионные отрасли, переход на цифру, аналог, то есть очень много вопросов. Проблема, наверное, в каждом регионе – это падение тиражей. И такая же проблема у нас в Коми, особенно это сказалось на районной газете. Наверное, что многие переходят в интернет. Корреспонденты, редакторы, медиа-менеджеры между собой шутят, у форума есть только один минус – очень много полезных мастер-классов проходит в параллель. И это действительно так. На площадках главного российского фестиваля СМИ пройдет более ста лекций и дискуссий. И вот уже в первый день своим опытом с участниками делится известный тележурналист Михаил Кожухов. А в зале неподалеку разговор идет о недостоверных новостях, так называемых фейк-ньюс. Очень много вызовов, которые ставит перед профессией, перед журналистами время. Они связаны с угрозами, которые исходят из интернета. Они исходят с таким понятием, как фейки. Ведь нет понимания, как по щелчку эти вещи ликвидировать. Ложь управляемая, специально распространяемая, способная вызвать панику у населения целых городов и регионов. И много других серьезных историй, которые нужно обсуждать и сообща вырабатывать, как с этим бороться, как противостоять. Участников медийного форума поприятствовали председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и глава Кубани Вениамин Кондратьев. Краснодарский край уже в 13-й раз становится площадкой для диалога между властью и СМИ. Средства массовой информации вы прекрасно понимаете и знаете. Без меня это четвертая власть. Мы исполнительная власть. И все вместе, еще с нами власти, мы отвечаем за стабильность и развитие наших регионов. А все вместе, конечно, за развитие огромной нашей великой страны. Вы очень талантливы, если объективно сказать, одаренные люди. Почему? Потому что вы вникаете во все сферы жизни и даже подростки экономики, где подчас профессионалам очень сложно разобраться в тех иных вопросах. Но вы не только разбираетесь, вы погружаетесь и доносите объективную реальность до тех, кто вас читает, слушает и видит. Объективную, при том, вы эту реальность пропускаете через себя, потому что если вы это не будете делать, люди не будут вам верить, потому что журналист должен быть искренним. Он должен сам чувствовать, ощущать проблему, проблематику. У нас с вами прекрасная профессия, журналистика. Это, по сути, образ жизни. И самое главное в ней – это стабильность справедливости. И мы эту тему, конечно, будем обсуждать всю неделю. Мы, конечно, обсудим все те проблемы, которые существуют в журналистике. С прошлого года форум проводится в самом центре Сочи. Участников со всей страны со сцены поприветствовала глава города-курорта Алексей Копайгородский. Сегодня отечественные СМИ устанавливают прямой диалог между властью и гражданами. Настоящий журналист работает за объективную картину событий и правду, а не за обещанный гонорар и прибыльные, не всегда достоверные, статьи. А объективность, понимание, чувство, еще раз подчеркиваю, и правдивость отображения – вот это сегодня, я уверен, стиль современной кубанской журналистики, я надеюсь, и российская тоже. Мы все приехали из различных регионов, разные мы все по характеру, но мы все едины в одном. Журналист тоже человек, и он очень хочет жить комфортно, комфортно в своем крае, в своем районе, как миллионы людей, которые живут сегодня в различных регионах. Поэтому журналисты, для них это та возможность сказать о проблеме, журналисты это та возможность, чтобы на самом деле осветить ситуацию и максимально где-то добиться правды, в том числе объективной правды, объективные реакции на любые процессы, которые происходят в обществе. Журналистам глава региона пожелал плодотворной работы на полях образовательной площадки, а также новых профессиональных решений и находок. Медийный форум «Вся Россия» продлится до 27 сентября. Дни Италии проходят сейчас в Сочи. С 1977 года Сочи и Риме не являются городами-побратимами. И сегодня Национальное агентство российско-итальянских отношений дало новый импульс развитию культурных связей между двумя странами. Дни Италии в Сочи – розовые ночи. Так называли мероприятие, которое сегодня прошло в парке Ривьера. Юные горожане к празднику нарисовали знаменитые сочинские розовые закаты. Такие же можно наблюдать и в итальянском городе-побратиме – Риме. Эти рисунки будут представлены на выставке под эгидой ООН. Проект нацелен не только на сотрудничество в культурной и туристической сферах, но и на развитие детского творчества. Мы считаем, что город Сочи – это открытая международная площадка, чтобы здесь было больше культурных мероприятий. И сегодня мы делаем превью, открытку, поздравления и приветствия для города Риме. Мы сейчас приглашаем итальянцев в Сочи. Мы приглашаем их заниматься с нами культурной жизнью, заниматься бизнесом, дружить с нами, проводить свои мероприятия, симпозиумы. Открытые площадки города Сочи, естественно, вас ждут. Сочинские студенты здесь тоже не случайно. Благодаря сотрудничеству и дружбе с городом-побратимом у студентов факультета туризма появилась возможность стажироваться в Италии, причем бесплатно. На Дни Италии в Сочи пришли и сами итальянцы, проживающие в нашем городе. Они также готовы помогать в развитии российско-итальянских отношений. Такие инициативы просто необходимы. Благодаря этому мероприятию я сам только узнал, что Сочи и Риме не побратимы. На самом деле итальянцы мало что знают о Сочи. Для нас Россия – это в основном Москва и Санкт-Петербург. Поэтому моим землякам обязательно нужно познакомиться с Сочи и увидеть этот прекрасный город с очень дружелюбными жителями. Мероприятие не разовое, заверяют организаторы и ждут предложения по культурным и деловым мероприятиям, интересным и сочинцам, и представителям Италии. Сразу три юбилея отметили на центральном стадионе. Сегодня коллектив второй школы, которая в этом году отмечает столетие, провел 45-й традиционный спортивный праздник «День здоровья». Юбилей и у главного организатора физкультурного фестиваля. Традиционно спортивный праздник проходил на стадионе первой спортшколы на Парковой. Но в этом году масштаб куда больше. Как-никак, школе номер два исполняется 100 лет. Поэтому педагоги, ученики и выпускники второй школы собрались на центральном стадионе. Для школьников ежегодный спортивный фестиваль – это возможность выполнить нормы ГТО. Более 450 учащихся уже это сделали. Сегодня лучшие получили золотые значки из рук любимого учителя физкультуры. Владимир Хайхян сегодня тоже отмечает юбилей. 80 лет. 57 из них он отдал любимой профессии. Воспитал за эти годы немало чемпионов. Поздравления Владимир Хайхян сегодня принимал от коллег и своих воспитанников, многие из которых связали свою жизнь со спортом. Конечно, радует, что ребята любят физкультуру, любят спорт, занимаются. Наши выпускники, более 35 человек, стали кандидатами, мастерами спорта, чемпионами мира, Европы. И наша гордость – это Алексей Воевода, который стал двукратным олимпийским чемпионом. Сегодня на старте подрастающие чемпионы-гимнасты, легкоатлеты, тхэквондисты. Эти и многие другие виды спорта также были представлены на празднике в честь столетия школы номер два. И на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в кабельных сетях Radist на 56-й кнопке и телепакетах Beeline на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютюбе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok